Анна Алексеевна, да, передаю вам слово. Здравствуйте, дорогие коллеги. Давайте проверим, все ли меня слышно. Поставьте плюсик, если слышно. Очень хорошо вижу. Да. Да, хорошо. Вижу, что многим слышно. Тогда, пожалуй, мы начнем. Тема нашей встречи – детская тревожность. Хочу представиться. Я детский психолог, сертифицированный, аккредитованный гештальтерапевт Московского гештальтернститута. Психолог учреждения дополнительного образования. Много лет работала школьным психологом, около 20. Поэтому не понаслышке знаю тему тревожности в детском коллективе и личную тревожность. А также являюсь руководителем проекта «Альтернативное семейное образование. Счастливая школа». Так, начнем. Что же такое детская тревожность? Если кратко сказать, мои контакты, пожалуйста, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Пока я представлю вам наш план, расскажите или кратко напишите, с каким возрастом и в каком качестве, педагог или родитель, вы больше имеете дело. Мы с вами поговорим о трех типах детей при нашей работе. Какая бывает тревога и тревожность, в чем ее разница, типы тревожности. В каком же возрасте возрастной аспект вижу воспитатели. В каком возрасте страхи и тревожность возникают, когда это нормально, а когда нужно уже все-таки что-то принимать, принимать какие-то меры. Также посмотрим, насколько нам… Ага, ну вот наш возраст в основном 5-7, мы и воспитатели, и школьный возраст. Хорошо. Посмотрим, все-таки нам по ощущениям эта тревожность, чем можно это проверить? Диагностическими материалами, какие инструменты есть. Познакомимся с профилактикой коррекции и дадим общие рекомендации работы с тревожностью в детском коллективе, как рекомендации родителям и взрослым. Итак, все дети, все, с которыми мы встречаемся, очень условно, но все-таки широкие мазка мы можем разделить на спокойные, послушные, исполнительные, сдержанные дети. С ними обычно не возникает проблем. Для них мы больше направляем свои усилия, чтобы они были спонтанными, что-то креативными, творческими. Вторая группа детей — это чувствительные, очень волнующиеся, стесняющиеся, слезы у них близко. Да, вот сегодня мы будем говорить именно о проблемах и волнениях этих детей. И третья группа — это живчики, активные, весельчаки, шалуны. Тем не менее, у них можем близко перейти их активность к агрессии или к хаосу. Вы видите, что у всех детей есть свои трудности. Но сегодня мы соточимся на трудностях именно чувствительных, стесняющихся детей. Сразу разделим два понятия — тревога, тревожность, страхи. Весь наш мир современный и наш мир взрослых, конечно, стал более тревожным. Тревога нас везде подстерегает в нашей взрослой жизни, на работе. Если раньше стресса что-то было такое внезапное, неожиданное, редкое, то сейчас стрессы наполнили нашу жизнь. Никуда от этого не деться. И это влияет на всю природу человека, на всю. Но тревога, в отличие от такой тревожности, это краткое проявление беспокойства, волнения, с чем-то связано конкретным, которое нас настраивает на осторожность. И не всегда это отрицательные качества. Ведь, вы знаете, во время, пока мы эволюционировали, человек как таковой, именно осторожность помогала нам выжить. И этот механизм является адаптивным. Поэтому возникает тревога. Мы думаем, о чем это конкретно, формулируем, становимся более осторожными. И это бывает нам, нас выручает, служит нам на пользу. Другая же черта — это тревожность. Что можно сказать? Это не краткое что-то проявление беспокойства, а это склонность к постоянному повышенному беспокойству, индивидуально устойчивая черта личности. К сожалению, именно тревожность, почему мы эту тему взяли для рассмотрения, влияет на все сферы жизни, на самочувствие. Вы знаете, когда мы волнуемся, у нас происходит изменение гомеостаза в организме. После такого расстройства или что-то такого, нам хочется утешить себя сладким, а мужчинам чем-то покрепче. Так же и детям. У них тоже меняется физическое самочувствие. Мы об этом будем говорить. Будет нарушение именно физиологического характера. То есть это влияет на тревожность, на здоровье. Так же тревожность может повлиять и на умственную деятельность, на развитие, на способность к обучению. Как бы человек сковывается, понижается познавательная активность. Ну и, конечно, эмоциональный фон, общий такой свойственный возраст позитив, такой оптимизм тоже понижается. И вот это получается беспокойство, стеснение, затруднение жизни. Тревожность перед вами, посмотрите, бывает не просто таким общим фоном. А нам возникает в какой-то конкретной ситуации, например, укол, выступление, соревнования и личностное. Когда не связано с каким-то конкретным событием, но в то же время волнуется человек, ожидая что-то нехорошее. Утром посыпать, думает, что-то может случиться, я буду к чему-то не готов, я должен к чему-то заранее подготовиться. Но что конкретно к чему-то, он еще не совсем понимает. К каждому виду тревожности есть комплекс каких-то мероприятий, который поможет преодолеть. Главное, что мы должны знать, что точно, точно, абсолютно с тревожностью можно совладать. Если сказать честно, абсолютно убрать тревожность мы не можем. Это адаптивный механизм, доставшийся нам с вековой развития человечества, и это помогает нам выжить. Но снизить тревожность, чтобы она нами не руководила, мы можем. Это абсолютно точно. Когда же у нас возникают основные вопросы про тревожность? Посмотрите, возраст от 0 до 3. Возраст, когда такое объединение с мамой, про мы, мы говорим, когда мама настроена на все, на все нужды ребёнка, на все всякие желания ребёнка. Семья вся работает для того, чтобы ребёночек рос здоровым, счастливым, что у него было хорошо. Если это происходит так, как я описала сейчас, то, безусловно, безусловно, формируется базовое доверие к миру. Человек счастлив, он знает, что стоит ему захотеть, и мир откликнется. Такой человек улыбается, доволен и смело идёт куда-то в новое. Например, такие дети, нисколько не стесняясь, идут прямо в глубину воды, бегут куда-то вперёд. То есть у них сформировано внутреннее утверждение, что точно мир откликнется на все их просьбы. Это, конечно, формируется из вот таких совсем очень ранних в отношении с матерью. Если же по какой-то причине этого не случилось, как-то так сложилось, что мать была занята болезнью, социальными вопросами, семейными историей, какими-то, упустением отношений, не могла прийти постоянно на просьбы и желания ребёнка, не могла откликаться, или была эмоционально холодна с ним, то это является предпосылкой для формирования почвы с тревожностью. То есть ребёнок не так не формулирует до конца, но уже понимает, что да, может быть, мир не так хорош, может быть, он всегда откликнется, а может быть, даже он непредсказуем, и не знает, что от него ждать. Поэтому, когда мы переходим к периоду 3-6 лет, там как раз возникают основные страхи у нас. люди переживают, наши детки, темнота, персонажи. Сейчас в нашей современной практике бывает, что они говорят, «Я боюсь зомбиков, я их стреляю, я с ними играю, я их рисую, но я же их и боюсь». То есть то, что окружает ребёнка, он уже оценивает, взвешивает, и там выделяет тревожащие, пугающие какие-то элементы, насекомое, одиночество, замкнутые пространства. Это является нормой. Ребёнок развивается, уже оценивает действительность, да, возникают страхи, являются нормой. Наша задача, как взрослые, помочь им не закрепиться, чтобы они не получили позитивного подтверждения. Вот о чём речь идёт. А то, что они возникают, да, это идёт, естественно, развитие Личности. В 5-7 лет добавляется страх смерти. Дети об этом размышляют, говорят об этом, представляют себя, что будет, если кто-то там близкий умрёт. Это тоже является нормой развития, и нам, как взрослым, не стоит этого самим пугаться, что быть готовыми на приемлемых терминах, но всё-таки обсуждения. Наши задачи, чтобы в каждый возрастной период, если что-то появляется, что ребёнка пугает, мы смогли это обсуждать, не пугаясь, сами не упадая в состояние аффекта. И 7-10 лет. Вот я видела, что у нас здесь есть учителя начальной школы, педагоги, работающие со школьным возрастом. Здесь, безусловно, уже возникают социальные страхи. Какой я? Образ я? Сравнение себя с другими? Те самые, как на меня посмотрят? Лучше я или хуже? Какая, помните, когда они заглядывают с удовольствием, заглядывают в тетрадки, посмотреть на оценки друг друга, сравнивая себя? У тебя лучше написано, а у меня будет получше. А какая у тебя оценка? Ах, я знаю, у меня лучше. То есть все страхи, волнения, тревоги, связанные с миром общества и своим образом я в этом обществе. Вот, пожалуй, возрастной аспект, который мы здесь обсудили. Основные вехи. Дальнейшие подростки уже идут в рамках того, что они смогли преодолеть, адаптироваться к своим переживаниям. Собственно, нового ничего не возникает. Ага, что с этим делать? Как раз мы будем сейчас это обсуждать. Итак, что с этим делать? Мы по плану поговорим в разделе «Профилактика и коррекция». А сейчас мы посмотрим, как же нам это обнаружить. Дело в том, что дети не могут к вам подойти, сформулировать и сказать, «Дорогой педагог, испытательница, учительница, мамочка моя, я понимаю, что у меня сейчас повышенная тревожность, зависящая от того и того-то». Конечно, это невозможно. Мы с вами должны по признакам внешним и соматическим понять. Перед вами соматические признаки, поведенческие признаки. То есть страх новое, неуверенность в себе, когда ребенок из раза в раз отказывается от попробовать что-то новое, нежелание выделяться, частые страхи без вот такой ситуативного повода, навязчивого движения, это уже сразу будет обратить ваше внимание на себя, но даже суетливость, двигательное беспокойство, это все признаки педагогической тревожности. И соматические, то есть физиологические проявления в теле. Здесь нам надо быть более внимательными, спрашивать у родителей или самим, если мы присутствуем в жизни ребенка какое-то время такое длительное, как они связаны. Жар, холод, отсутствие аппетита, сон, учащенное сердцебиение, вот это онемение. В этом случае первое мы должны уточнить отсутствие физиологического заболевания. Так, очень интересный пример нам в чате и вернусь к нему по завершению этой главы. Если мы встретили такие признаки соматические, первое, исключить физиологическую причину для нарушения жизни физиологического тела после этого, если это точно нет заболевания, обратить на эмоциональный мир ребенка. Это может быть признаком тревожности. факторы, причины, почему же это возникает. Дело в том, что на одно и то же стимульный материал в жизни мы реагируем по-разному, все сами реагируем. Для кого-то это ужас-ужас, а для кого-то это ну что ж, придется это пережить. это связано с тем, как мы можем переживать, прорабатывать, перерабатывать нашу действительность. Так, немного вернусь к предыдущему слайду. Пустая голова это когда ребенок готов что-то, учил, готов предъявить знания, и вдруг он говорит, я ничего не знаю, у меня пустая голова такая, звенящая пустота в голове, забытая информация, забытые стихи. Он поднял руку, вышел и ничего не может сказать, просто даже нет слов. Вот это называется синдром пустая голова. Конечно, многие исследователи нам говорят, что все проблемы вытекают, эмоциональные сферы тревожности вытекают из отношений между родителями и детьми, в частности в связи матери. И вот перед вами слайды информации, которые в стиле воспитания приводящие к тревожности. Тем не менее, другие исследователи говорят, что есть физиологическое предпосылка. Особенность работы нервной системы, это так называемый баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой, работы организма. Для кого-то один стимул не является такой серьезным поводом для беспокойства, для кого-то является. тревога тревога по поводу боязни воды, пауков, лая собак. Многие отмечают исследователи, что бывает и тех, кто не встречался в реальной жизни, не тонул, не кусала собака, а этот фактор есть. Поэтому я думаю, что на мой взгляд фактор возникновения причины повышенной тревожности, развития тревожности ребенка, может быть, и стили воспитания внутри семьи, повышенная со стороны педагога тоже возможно, если он постоянно находится с контактом значимой взрослой. Затем нервная система, особенности нервной системы, физиологические предпосылки и генетические, то, что у нас мозг сохранил как память предков. Мы боимся опасности какой-то, явной или мнимой. Итак, мы предположили, что все-таки тревожность повышенная по признакам, по внешним признакам, по каким-то признакам физиологических реакций. Что же нам делать тогда? Мы можем воспользоваться инструментарием. Перед вами три методики для конкретной уже диагностики. Первая диагностика опроса для родителей. она не требует вообще присутствия ребенка. Это заполняется взрослым. То есть индивидуальный взрослый может ответить на вопросы о ребенке и посчитать баллы. Так они выглядят. Всего 20 баллов. За каждый ответ «Да» присваивается балл. И очень легко посчитать сразу результат. То есть такая экспресс оценка состояния ребенка взрослым. Вы видите легко посчитать. И если у вас на ваш исследованный ребенок среднее или и выше, то да, тогда нужно уже думать какой-то комплекс мероприятий. Мне эта методика, этот опросник нравится тем, что, во-первых, могут заполнять не только родители, но и любой взрослый присутствующий в жизни ребенка, она достаточно быстрая экспресс-методика. Следующая методика «Домики». Она объемная, тоже проводится индивидуально с каждым ребенком. Много страхов перечислено конкретно, но она может использоваться для тех детей, которые не очень любят рисовать, могут отвечать устно. Вот перед вами мы говорим, что у ребенка рисуем два домика. Можно их рисовать на одном листе, а можно разделить их на разные листы, положить рядом. затем мы говорим, что есть в черном домике очень-очень такой страшные страхи живут, которые действительно страшные, а в красном домике страхи, которые боятся, но не очень они такие пугающие тебя, просто они есть в нашей жизни. затем идет длинный список больше тридцати названий страхов. После этого, чтобы мы закрыли этот кештальт, предлагается рисовать замок на домике, выбросить, потерять, может быть, порвать, чтобы эти поднявшиеся страхи актуальности нейтрализовать. Вот этот список страхов. Можно предложить их сделать также родителям заинтересованным, чтобы выяснить. Можно это сделать самой, но в специально отведенных местах, чтобы других детей не привлекать заинтересованностью. Итак, все страхи такие большие делятся здесь на несколько групп. Медицинские страхи, уколы, врачи, болезни, связанные с страхом физический ущерб, животные, социально опосредованные страхи, мы с вами про это говорили, темноты и кошмары сказочных героев. Автор, кто спрашивал, пожалуйста, вот этой конкретной методики, путем статистической выборки, сделал среднее допустимое число страхов по мальчикам и по девочкам, они, видите, различные, в зависимости от возраста. до школьной возраста, в младшем школьном возрасте. Если мы видим разнообразные страхи из разных групп, это вопрос нам о том, что надо задуматься и начать работать. Если же это что-то конкретное, только все пауки, только уколы, то да, такое бывает, это особенность развития, которую нельзя назвать собственно тревожностью. И следующий тест, тест Temple Dorky. Здесь мы уже ситуативно предоставляем 14 рисунков, стимульный материал, требуется, он должен быть распечатан, причем исходя из пола ребенка. Для девочек это рисунки с девочками, для мальчиков рисунок, где нарисован мальчик. На рисунок на лице ребенка нет прорисованного удовольствия или грусти. И ребенок должен выбрать предложенное лицо в конце внизу каждого рисунка. Итак, в 14 ситуациях инструкция рассказывается строго повторяя одно и то же, не допуская уточнений и объяснений. Как ты думаешь, какое будет лицо этого ребенка, весело ли и печально, если он играет с малышами и так далее. Каждому рисунку есть инструкция. Пожалуйста, перед вами прорабатываем и агрессивное поведение, и игнорирование, и какие-то режимные моменты. Здесь я вам представила рисунки как из девочки, из всей стимульного материала для девочек, так и для мальчиков. В конце каждого рисуночка вы можете видеть вот такое рекомендованное лицо. Стимульный материал доступная методика. По названию автора вы можете финансоваться в интернете и сразу вам вылезет такие предложенные варианты. Дело в том, что со старшими, с маленькими тьми точно нужно распечатывать, насколько допустимо показывать в школьном возрасте с планшета или с такого цифрового носителя. Если ребенок на это готов, то, видимо, возможно и так провести. Но вот в опыте все-таки имеется стимульный материал, которым мы пользуемся на постоянной основе. Итак, мы затем подробно записываем ответы ребенка, которые мы расписываем после инструкции, произнесенной инструкции, в бланк, показывая картинку одну за другой, соблюдая и последовательность, и инструкцию. Вот перед вами такой бланк. Желательно кратко записывать высказание ребенка. Ставим плюсики веселым или грустным лицом. Затем подсчитываем количество выборов и получаем индекс тревожности. Итак, если выше 50 выборов грустное лицо, мы видим высокий уровень тревожности. От 20 до 50 средний и вот 20 низкий. А по подростковой возрасту мы поговорим чуть позже. Ну, хотя, можно сказать, что подростки, так как они уже умеют читать, вот эти три методики мы рекомендуем для детей дошкольного возраста и младшей школы. Подростковый возраст хороший, очень методика есть Philips школьной тревожности. Вполне себе она достаточно объемная, около 50, чуть больше 50 вопросов. Philips через i. И если ребенок готов, сел спокойненько, ответил на эти вопросы да, нет, там также да, нет, подсчитывается выбор, число выборов да, сравнимся с ключом, чем приятен тест Philips'а, тем, что он разносит по восьми шкалам ощущение тревоги. Это либо общая тревожность, либо это страх проверки знаний, либо ощущение социальной тревожности как раз в коллективе, либо страх не соответствует ожиданиям. То есть мы здесь смотрим просто средний, низкий, высокий, а в школьной волосе уже более такая градация тревожности, разные стороны жизни рассматриваются и это достаточно информативная методика, которая помогает вам дальше в работе с ребенком быть уже более точными. Давайте, коллеги, будем двигаться дальше. Итак, профилактика и коррекция. Все дело в том, что эмоциональные вопросы не решаются одной или двумя встречами. Вот, чтобы мы решили, сейчас мы пригласим ребенка, проведем с ним беседу или что-то там, проведем игру и тревожность пройдет. К сожалению, это комплексная проблема, требующая точно решаемое, точно решаемое, но все-таки требующая некоторого времени и желания самого ребенка и родителя. Вся работа длится, разделяется на три большие блока, три большие части. Первое, повышение самооценки, то есть мы работаем на веру ребенка в себя, чтобы он считал, что он достоин лучшего и действительно хороший может совершить какой-то продукт, поступок и так далее, не сомневался в этом. Второе, навыки саморегуляции именно совладания со своим негативным эмоциональным фоном, а также стабилизация негативного эмоционального фона. И третье, мышечное напряжение. Все дело в том, как мы уже говорили в начале с вами и многие в комментариях подтверждали, что эмоции негативные влияют на физическое самочувствие, а значит наши негативные тревожные переживания и у ребенка в том числе ставят зажим напряжения, которое потом после уже эмоции закончилось, а напряжение в теле осталось. И оно как память, как такой быстрый маячок раз и он может вернуться. Поэтому специально продумываются мероприятия по снятию мышечного напряжения, по освобождению телесных зажимов. Так, начнем рассматривать каждую часть этой работы, каждый блок. Что же здесь такого, что вы не делаете? Я думаю, что все применяют методы приема повышения самооценки ребенка, но когда мы говорим о конкретном тревожном ребенке, мы специально себя настраиваем на то, чтобы подчеркнуть эти мероприятия, примените к этому ребенку. Первое обращение по имени всегда беспроизвестный вариант. Хвалить и пощадить что-то конкретное намного сложнее. Вы должны подумать, потому что тревожный ребенок, как будто он не проявляется, как будто его нет, или от него только там слезы, он недоволен, расстроен. выделить, за что же вы конкретно похвалить ваша задача, некоторое такое внимание с вашей стороны. Сравнивать ребенка только с ним самим очень сложно, потому что ребенок провоцирует вас на то, чтобы сравнить его с другими. Он сам себя сравнивает и, конечно, приглашает в это вас. А наша задача удержаться от сравнения и сравнивать ребенка с его успехами или неуспехами в прошлом. То есть показывать ему, что он тоже чего-то уже достиг. Вчера не мог, сегодня можешь. Совместное творчество, снятие напряжения, сказки, рисования, где мы проигрываем успех, то есть не просто там что-то такое, а именно направлено успех, подчеркиваем успех ребенка. Контакт на уровне глаз, либо вы сами приседаете и там наклоняетесь, либо как-то ребенок, но оказывается на уровне ваших глаз. Но контакт глаза в глаза помогает увидеть лицо. Я тебя вижу, я тебя знаю, ты заметен, тоже снимает напряжение, ты не один. Сюжетно-ролевые игры также на успех. Да, это вижу. очень хорошо. Сейчас мы к играм придем. И групповые игры, комплименты я дарю тебе. Вот то, что говорят в комментариях, что говорим о том, что сегодня, почему я молодец, как рефлексия. Как раз эти групповые игры, комплименты я дарю тебе. как раз это групповые игры, которые помогают видеть свой успех, ты сегодня молодец. Да, это из той же области. Правило трех минут. Это о том, что мы при встрече с ребенком, первая встреча, после расставания или вновь, мы смотрим в лицо друг другу. Первые три минуты контакта. Не говорим? Ага, пропал звук. Так. У всех ли пропал звук? Угу. Ага, осталось. Хорошо. Проверьте, пожалуйста, переведите страницу. Очень хорошо. Итак. Ага. Продолжим. То есть контакт на глаз первые три минуты встречи всегда мы настраиваемся на личное общение, не замыливаем суетой и делами. Вот пример перед вами звезда недели. Та самая. Дело в том, что родители тоже очень к этому щепетильны. Мы можем такое на А4 вывесить на шкафчике или рекомендовать родителям для домашнего заполнения. Как раз ситуация успеха. Я хочу научиться. Я уже умею. И в течение недели заполнять каждый лепесточек. Я люблю, я уже рисую, мои друзья. У более младшего возраста это делают взрослые родители, а у старшего возраста мы побуждаем заполнить этот лепесточек самого ребенка. Тем самым акцентируем внимание на его успехи. Попробовать это не так сложно, но очень действенно. Родители в восторге. Итак, навыки саморегуляции. Ага. Так, как заполнить пункт мои друзья? Интересуется по предыдущей звезда недели, да, по блоку. С кем ты дружишь? С кем бы ты хотел дружить? Что ты сделал, чтобы подружиться? На этой неделе так, на следующей неделе так. У них детская дружба как весенняя вода. На ваше усмотрение можно пользоваться фотографией, вырезать фотографию, кто как решится, кто сколько приносит усилий. Итак, стабилизация в эмоциональном состоянии. Очень важный пункт. На мой взгляд, лучше эффективное упражнение прописанное в когнитивной поведенческой терапии. Они быстрые, конкретные, ясные. О чем здесь основная мысль этой терапии связана с тем, что мы отслеживаем мысли о том поведении, что за ним следит, наше состояние, и пытаемся переписать тот самый фильтр мозга. Например, если я подойду к нему, к этому другу, к которому я хочу подружиться, он будет посмеяться надо мной, посмеется, и еще мы совсем рассоримся, я останусь один. Вот, пожалуйста, я подошел, а получилось минус друг. Пожалуйста, очень все-таки заинтересовала нас эта неделя. Я продолжу про упражнение. Смотрели? очень хорошо. Итак, мы пытаемся переписать те самые фильтры мозга, потому что мы действительность и ребенок, и мы воспринимаем не как она есть, а то, что мы про это подумаем. И вот когнитивно-предельническая терапия позволяет нам это отследить, наши негативные мысли, и перестроить их с помощью взрослого непосредственно в личном контакте подумать. Зато ты попробуешь подойти к этому новому другу, с которым ты хотел бы подружиться, исходя из пункта «Звезда недели». И зато она будет … у вас будет повод поговорить. Пусть он не сразу станет твоим другом, зато вы сможете что-то обсудить, поменяться машинками, например. И здесь важный момент, важный момент, то, как вы будете обучать ребёнка стратегиям нового, нетревожного реакции на действительность. Если у вас есть опыт, свой опыт с обладанием с тревогой, что бы вы ни говорили, ребёнок почувствует, поверит, попробует и получится. Поэтому здесь, когда мы начинаем говорить о навыках саморегуляции, стабильности, эмоциональном состоянии, я призываю вас обратиться к собственному опыту. Точно вы сдавали экзамены, точно получили профессию, точно закончили школу и точно с этим справились. То есть ваш опыт успешности превосходит опыт ребёнка. Как вы преодолели это? Что вам помогало? Поделитесь именно этим. Войдите в это так называемое ресурсное состояние. Вспомните, как это было. Да, было страшно, но вы преодолели. Значит, это возможно. И только из этого состояния вы можете оказывать какую-то помощь ребёнку. и последний блок снятие мышечного напряжения. Мы сами говорим, что о теле с тревожными детьми нужно отдельно работать. Упражнения на релаксацию, техники дыхания, массаж, обнимашки эти самые, потирание тела. Перед вами на слайде упражнение на релаксацию. Пока отвечу на вопрос. Вопрос звучит так. Не возникает ли у ребёнка неуспешность, если мама справилась, а у него не получается? Хороший вопрос. Для того мы и взрослые, мама, в данном случае вы как папа пишете, что это не бывает сразу и однократно. Мы сами к этому вернёмся. Чтобы перестроить установку нашего мозга, его правила тревожатся для того, чтобы нас спасти, возникновение осторожности, мы заходим в ситуацию дискомфорта, которая нас пугает, не радует, которая нам некомфортна не один раз, а несколько. Даже этот вебинар не факт, что у меня получится говорить перед камерой долго, очень долго и интересно с первого раза. Значит ли это, что мне никогда не надо пробовать вести какие-то мероприятия онлайн? Нет, это не так. Так же у ребёнка. Если это мы говорим о том, что не все супергерои рождаются в телевизоре, в мультиках, да, кажется, что все с первого раза становятся супер людьми. На самом деле это не так. нет. Мы пробуем и пробуем, пробуем и пробуем, и точно с пятого и седьмого раза у тебя получится, как получилось и у меня. Итак, вот эти упражнения на релаксацию детям очень нравятся. Первое. Ножки, как дерево, прорастаем корнями, крепко. Это упражнение в разных техниках называется заземление. его можно делать и сидя, когда вы сидите на утреннике, вы можете сказать, что когда вы будете готовиться выйти, рассказывать стишок, вы сначала крепко упритесь ногами в землю, в пол, почувствуйте, покатайте, прям прорастайте, станете сильным деревом, ручки ваши вздохнут, поднимутся, и тогда можно смело идти рассказывать стих. Затем дыхание. Когда мы волнуемся, мы быстро дышим. Дышим ключичной стороной, стараемся дышать просто медленно и подышите вместе с ребенком. Занять йогой и массаж, это, конечно, не в нашей прерогативе, не в прерогативе учреждений, но мы можем советовать родителям это устроить. Итак, непосредственно шаги по коррекции тревожности. Это подходят, эти шаги именно для какой-то конкретной ситуативной тревоги. Что-то очень изолированное и конкретно. Но в жизни нас с вами и ребенка она не локализуется так быстро. Мы должны первое помочь ребенку локализовать, понять, что конкретно тревожит. Для этого тем, кто уже пишут, школьники, можно писать список подряд, пишите все подряд, что вас пугает, все подряд напишите, все-все-все-все-все-все, до конца странички, 20 штук написать. А те, кто еще не пишущие дети, дошкольники, мы можем говорить, ой, это пугает? Нет, это пугает? Нет, а вот это да. Можно проговорить. Таким образом мы локализуем, что конкретно себя сейчас пугает и поймаем эту мысль, чтобы мысль, она сейчас так, она тебя тревожит, мы сейчас будем ее менять. Второе. Достать тревогу на свет. Когда тревогу мы поймали ее, мы должны сами дистанцироваться от этого переживания. Кажется, как будто это я и есть, я такой, я тревожный, я боюсь, дети говорят. На самом деле нет. Мы помогаем сделать расстояние между собственным самым ребенком, личностью и тревожным переживанием. Как это вы будете делать? Все равно. Как персонаж слепим шарики из пластилина, расставим на листочке бумаги шарики, вот это шарик пластилина, я цвет, это тревога, это мой страх. Также раскладывайте на листочке, неважно, как этого вы сделаете. Главное нам разделить личность ребенка, его переживания, между ними дать простор, расстояние. Конечно, хорошо, когда вы дадите ему имя, как-то обозвете это все, например, с каждым персонажем или каким-то шутливым, с юмором, можно, это ваша фантазия. Третий шаг. мы сделаем тревогу предсказуемой. Ясно, что мы будем волноваться больше, чем обычно, когда мы пойдем на открытый урок, у нас будут гости. то есть предсказуемое волнение, сказать, что да, это нормально, я тоже волнуюсь, и вы, и другие дети. Это происходит со всеми людьми. И чтобы она нам не мешала с тобой жить, придумаем какие-то карточки, шуточки, что-то еще. Вот, кстати, часто обращались ко мне музыканты, я увидела, что у нас учитель музыкальной школы появился, которые боялись выступать ярко на сцене. В классе ребенок великолепно выступает, пользуется инструментом, или гимнасты, там, где нужно артистизм. А когда выходят на сцену выступать, техническая сторона остается, а вот этот артистизм, эмоции, полет теряются. Это тоже съедает тревога и волнение, с этим тоже можно работать. По этим шагам. И здесь для меня вот очень важный момент, я на нем останавливаюсь, и ваше внимание заостряю, и родители внимание обращаю. Как работает тревога? Наш мозг избегает напряжения, мы избегаем ситуации, мы успокоились, физиологические подкрепления, да, мне стало хорошо, то есть я волновался, не пошел, мозг получил подкрепление, я успокоился, вывод, надо не попадать в ситуацию тревоги. А получается наоборот, краткосрочно, да, мы снимаем тревогу, если мы избегаем. В долгосрочной терапии наша тревожность повышается при избегании, поэтому в любой ситуации, в любой школе психотерапии рекомендуют форсировать тревогу, попадать в некомфортной ситуации, учиться преодолевать и чувствовать комфорт в этой сложной ситуации. Родители говорят, ой, моего ребенка не зовите, ему так не нравится, вот в эту игру его не приглашаете, он мне дома жаловался. И вот если бы мы всегда избегали того, что нам тяжело, мы бы ничему не научились. Другое дело, что, конечно, надо соотносить напряжение больше-меньше, чтобы мы смогли не надорвать национальный мир ребенка. я думаю, все педагоги, коллеги понимают, о чем идет речь. Но вот родители призывают все-таки не избегать, не избегать, а прокладывать новую дорожку в мозгу в том, чтобы я могу справиться с тревогой, я могу это преодолеть, я молодец. Ваше внимание подставляю память, памятку для взрослых. Все, что мы с вами кратко обсуждали, кратко представлено. Вы можете ее скачать, посмотреть, распечатывать, сделать как наглядный материал. Здесь основные правила обращения по имени, сравнения ребенка с другими или с собой, ролевые игры, игры на успешность. Еще хотел обратить внимание на стимулирующую помощь, авансирование. Я верю, что у тебя получится. Или ничего бывает, люди ошибаются, в следующий раз точно получится. Или сделать это для вас, мне будет очень приятность сделаться для меня. Или вот эта деталь у тебя получилась лучше, замечательно, ты молодец. заключение. В заключение, конечно, книг, так как это действительно бич современности, по стрессам, по тревожности, очень много. Но вот то, что я вам ваше внимание представляю, здесь собраны практические упражнения. Мне очень нравятся авторы Монина Лютова как именно практикующие, неравнодушные, довольно когда собрали материал удобный как для детей, как для родителей, так и для взрослых. А вот эта книга Роберт Лихи это автор, который работает именно с взрослым тревожностью и помогает успешно, там есть алгоритмы работы с разными типами тревожности справиться. Посмотрите, если это все недоступны в электронном варианте, можете посмотреть, чтобы освежить или продумать. Вот Монина Лютова для родителей дошкольников, да, и для того, как дошкольников. Вопрос, почему нельзя сравнивать ребенка с другими. Соревновательный момент, соревнования, как таковое сравнение, очень хорошо подстегивает детей, которые не тревожны, уверены для мотивации достижений. Если же мы встречаемся тревожного ребенка, мы его диагностируем как тревожного ребенка, соревновательный момент у него отнимут последние силы и подходит его мотивацию вообще что-то делать. В этом отличие детей с повышенной тревожностью от детей с другими особенностями развития. поэтому сравнение ребенка с другими именно тревожного недопустимо. У меня, дорогие коллеги, все. Ага, вопросы. У нас есть несколько минут, чтобы ответить. Ага. Так. Вопрос. Можно, я думаю, что волнение школьников гораздо пагубим является состояние тревожности. У школьников больше способов совладания, чем у дошкольников, я так думаю. И те, и другие требуют думчивого отношения к взрослым и помощи, точно помощи, коррекции этого эмоционального состояния. Какая форма воздействия эффективнее, индивидуальная или подгрупповая? Если дети собраны в подгруппе с одинаковыми проблемами, то, конечно, в малой группе им будет спокойнее работать над своими вопросами, возникающими, и веселее преодолевать это состояние. Книги уже порекомендовали в конце. Что могут делать родители, если ребенок, если неуспех ребенка обсуждается в пространстве класса? Ага. Да, с таким вопросом ко мне непосредственно обращались родители на консультации. вопрос требует такого индивидуального решения, так как мы не знаем ресурсы именно этого ребенка, на что можно опираться, на какие его точки, реперные точки, на что у него есть силы, в чем он черпает ресурсы, чтобы преодолеть эту действительно неприятную ситуацию обсуждения его неуспеха при других. То есть это социальный страх, социальная фобия. у меня все, дорогие участники. Все вопросы мы рассмотрели. Если у вас еще что-то есть, задать вопросы, буду рада. посмотрю, все ли вопросы. Еще вопрос возникает. Методы арт-терапии с тревожными детьми. Конечно, с тревожными очень, мы по этому говорили, игра, рисование, лепка, помогает ребенку выразить свой страх и дистанцироваться от него. На этом у меня все. Если вопрос у нас нет, ну и время наше семинар подходит к концу. Литературу мы с вами рассказали. Благодарю за внимание, дорогие коллеги. Желаю творческих успехов в работе с детьми. И, конечно же, помните, что ребенок это сосуд, который мы с вами можем наполнять. Конечно, в этом часто не только мы. еще и родители, окружение, сверстники, ситуация его развития, но тем не менее мы, как взрослые, которые не включены в его семейный сценарий, педагоги со стороны, пусть мы не так много проводим времени, не такие значимые, как родители, тем не менее у нас есть свобода для того, чтобы воздействовать и влиять на его состояние. И как знать, может быть, в этом заключается наше предназначение, чтобы помочь именно этому ребенку, для кого вы станете проводником в мир стабильности, позитива и интереса. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете перейти, задать мне вопросы личного характера. Вот перед вами мои координаты. Презентация доступна для скачивания. Пользуйтесь материалами. Всего вам доброго.